Всем привет! С вами Информ ТВ. Новый год у жителей большинства стран вызывает ассоциации с игристым вином, ароматом еловых ламп, яркими огнями, рождественскими мелодиями и подарками. Однако у граждан России есть еще одна непременная составляющая праздника. Конечно же, речь идет о программе «Голубой огонек», которую помнят еще наши бабушки и дедушки, родившиеся в Советском Союзе. Эта праздничная передача дает нам возможность встретить Новый год в компании самых ярких звезд, представляющих эстраду, кино, телевидение и спорт. С появления первой программы прошло много лет, и «Голубой огонек» неоднократно трансформировался, стараясь идти в ногу со временем. Продюсеры из года в год стараются представить на суд зрителей все более яркое шоу. Снимали выпуск программы для 2019 года еще осенью, и по традиции любой россиянин мог стать ее участником. Давайте узнаем, каким может быть «Голубой огонек» в 2019, а также выясним, как можно было оказаться в студии и помахать родным с экранов телевизоров. Подписывайтесь на канал, мы будем благодарны за лайки и комментарии. Огонек, который мы смотрим сегодня, это преемник телевизионной передачи, которая впервые вышла на экран 56 лет назад. Только представьте себе. Название программы появилось из-за ее технических особенностей. Дело в том, что на заре телевидения зрителям передавалось только черно-белое изображение, а в темноте экраны наполняли комнату мягким голубым светом. Первые выпуски «Огонька», конечно, создавались в духе СССР. Программа была не только концертной, но и познавательной. В ней рассказывали о достижениях социалистического труда. Студия была стилизована под кафетерий, а участники собирались в ней каждую неделю. Позже программу начали выпускать праздником. Зрители включали телевизоры, чтобы увидеть голубой огонек, приуроченный к Международному женскому дню или Дню солидарности трудящихся. В итоге остался только самый популярный и красочный выпуск – новогодний. Целых 23 года жители СССР встречали Новый год в компании «Голубого огонька», пока в 1985 году он не был закрыт. За это время состав участников стал по-настоящему пестрым. В программе были задействованы Валентина Леонтьева, Юрий Гагарин, Алла Пугачева, Игорь Старыгин, Николай Караченцев. Вели передачу лучшие ведущие своего времени, в числе которых нужно вспомнить Марка Новицкого, Юрия Николаева, Ангелину Вовк, Александра Ширвинта и Михаила Державина. Перечень артистов эстрадного жанра, киноактеров, ведущих телевидения и радио, первых покорителей космоса, лучших спортсменов Союза и гостей из социалистических стран был настолько широк, что всех и не упомнить. Перерыв длился долгих 12 лет, пока Центральный Российский канал не решил реанимировать программу. Она обрела новый формат и была названа «Голубой огонек на Шаболовке», а ее бессменной хозяйкой стала Алла Пугачева. Так новые поколения россиян получили возможность встречать праздник вместе с передачей. Интересно проследить и основные вехи трансформации «Голубого огонька». Я вам расскажу, как он изменялся за десятилетия. А также, если вы досмотрите видео до конца, вы узнаете, как попасть на программу. 60-е годы В студийном кафетерии гости собирались с бокалами советского шампанского. А новогодний декор был представлен россыпями кружочков конфетти и метрами бумажного серпантина. Конечно, первые выпуски передачи были посвящены небывалому прорыву, космическим достижениям СССР. В съемках участвовал сам Юрий Гагарин. Обязательным было присутствие передовиков народного хозяйства. О своих трудовых подвигах рассказывали доярки, металлурги, шахтеры и комбайнеры, строители и молотобольцы. Любимцами публики можно было назвать таких известнейших артистов, как Аркадий Райкин, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Марк Бернес и Иосиф Кобзон. В это же десятилетие наступила оттепель, поэтому вскоре формат программы стал менее чопорным. Жительницы СССР срисовывали с экранов модные фасоны укороченных платьев и старались понять, как можно соорудить бобетту, чтобы повторить образы звезд. 70-е годы прошлого века. Именно в это время в число артистов «Голубого огонька» вошли почитаемые нашими мамами и папами артисты. Зрители непременно хотели услышать песни в исполнении Аллы Пугачевой и Софии Ротару, глубокий вокал Льва Лещенко, веселые мелодии от самоцветов, увидеть героев популярнейшего сериала о трех мушкетерах и услышать скетчи от Геннадия Хазанова. Конец этого периода ознаменовался настоящим чудом, ведь телевидение стало цветным. Программа стала более яркой, динамичной, ведь 70-е – эпоха Твиста и стиляк. Кстати, в это время в телепрограммы проникла и бутафория, ведь сначала артистам ставили на столы настоящие фрукты и наливали игристое вино. Теперь же в корзинках появились муляжи, а шампанское заменили обычным лимонадом. 80-е годы. Теперь в программу больше не приглашают тружеников сельского хозяйства и ударников-шахтеров. Она стала исключительным местом сбора популярных артистов эстрады, телевидения, кино и театра. Конечно, появились и новые кумиры – Андрей Миронов, Лайма Вайкуле. Зритель хотел услышать песни в исполнении Андрея Макаревича и увидеть веселых ребят. Новые имена этого периода – Виктор Конкин, Владимир Басов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт. Знатоки из любимой народов передачи, в которой дают ответы на каверзные вопросы «Что, где, когда». Юмористы приняли в свои ряды Евгения Петросяна и Михаила Жванецкого. Главными темами передачи становятся дефицит и перестройка. А формат становится настолько неофициальным, что участники позволяют себе отходить от сценария. В моде – сверкающие платья, пластиковая бижутерия и начесы. Девяностые годы Развал СССР привел к тому, что привычная картинка на экранах резко сменилась. Важной составляющей передач стала реклама. Каждый зритель пытался разобраться, что такое кооператив, и с удивлением рассматривал необычные товары из-за границы. Каналов стало так много, что им пришлось бороться за внимание зрителей. Именно в это время «Голубой огонек» лишился той ностальгической камерности и конферансье с идеальной дикцией. Новое поколение желало видеть на экранах Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Наталью Королеву и Игоря Николаева. Ушел в прошлое обязательный дресс-код, и теперь артисты старались перещаголять друг друга необычными нарядами. В наши дни «Огонек» стал еще более ярким и насыщенным. Это настоящее шоу с большим количеством декораций, плазменными экранами и целой армией артистов. К «Старой гвардии» присоединились Максим Галкин, Николай Басков, Кристина Арбакайте, Валерий Меладзе, Анджелика Варум, Леонид Агутин, Дима Билан, Вера Брежнева, группа «Серебро». В общем, всех просто не перечислить. Новые веяния и борьба за зрителя заставляют продюсеров идти в ногу со временем, так что в последние годы шоу можно назвать просто-таки революционным. Напомним, в 2017 году с «Голубым огоньком» был связан настоящий скандал. В тот раз программа вышла в виде стилизованного реалити-шоу, в котором Алла Пугачева знакомила участников передачи с членами своей семьи. Часть зрителей, в основном молодежь, тут же возмутилась. По их мнению, новогодние передачи были захвачены кланом эстрадных артистов, мелькающих на всех центральных каналах. Концепцию «семейного вечера» с близким окружением Примадонны многие признали совершенно провальной. Существование эстрадной «мафии» трудно отрицать. Похоже, «Старая гвардия» настолько приросла к своим местам, что не дает засветиться на телеэкранах молодым артистам. О новых песен в эфире совсем не слышно. Основным источником народных возмущений стали социальные сети. В них собрались целые группы единомышленников под предводительством популярных блогеров. В результате возмущения приняли вид петиции, подписанной 150 тысячами человек и направленной руководству первого и второго канала. «Старая гвардия» Ситуацию подогрели слова известного продюсера Макса Фадеева, который потребовал осовременить «Голубой огонек» и позвать в него «Свежие лица». Прогнозировать, что будет в 2019 году, в выпуске «Голубого огонька», пока что сложно. Можно лишь предположить, что состав участников передачи будет максимально разнообразным. Вряд ли, конечно же, обойдется без старожилов, число которых входят Николай Басков, Пугачева, Гагарина, Киркоров, Павляшвили, Стас Пьеха, Стас Михайлов, Зара, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Вера Брежнева, группа «Астудио», ведущий Максим Галкин и представитель юмористического жанра Юрий Гальцев. Впрочем, в последние годы число артистов стараются расширять за счет участников комедий-шоу, например, Екатерины Варнавы. Согласно традиции, в «Голубом огоньке» несколько раз меняются пары ведущих, которые не только подводят зрителя к очередному номеру, но и сами принимают участие в неординарных дуэтах. Ну что ж, как попасть на «Голубой огонек» в 2019? Хочу вас разочаровать. Уже все снято. Вы в этом году не попадете на передачу, но в следующем году осенью обязательно отслеживайте объявления на сайтах. Сайты я обязательно укажу в подписи. Еще объявления могут печататься в тематических группах, в соцсетях. Иногда за участие в программе можно даже получить 1000 рублей, так что вы сможете еще и подзаработать. Также помните, что съемки длятся до 15 часов, и в это время вы никак не сможете покинуть студию. Участников первоначально отбирают по анкетам. Вам следует указать свое имя и фамилию, возраст, удобные для съемки дни и номер телефона, а также приложить фото. Передача снимается на Мосфильме, и если вы прошли отбор, вам скажут контакты куратора группы и проведут инструктаж. Если вы очень хотите мелькнуть на экране телевизора, но не сумели попасть в студию из-за ограниченного количества мест, попытайте удачу, посетив каток на Красной площади. С этой новогодней локации регулярно проходят мини-включения во время показа огонька. Высок шанс того, что и вы сможете помахать родным с экранов телевизоров. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, были ли ваши родственники или друзья на съемках этой передачи, хотели бы вы попасть туда, и как вы думаете, кто из артистов обязательно будет приглашен на «Голубой огонек-2019»? Подписывайтесь на канал, мы будем благодарны за лайки и комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok